Привет! В этом видео я подробно расскажу, как правильно подключить любые китайские смарт-часы к вашему смартфону. Многие сталкиваются с проблемами на этом этапе, и моя задача — помочь вам избежать самых распространенных ошибок. Я протестировал несколько популярных моделей, включая Series 7, 8 и 9, а также смарт-часы T800, T900 и T500 Plus Pro. Они имеют схожие особенности подключения, так что информация подойдет для большинства современных моделей. Первый шаг — активировать Bluetooth и GPS на вашем смартфоне. Также важно, чтобы телефон был подключен к интернету. Смарт-часы должны быть полностью заряжены и включены. Убедитесь, что они не подключены ни к какому другому устройству, чтобы избежать конфликтов при сопряжении. Второй шаг — выяснить, какое приложение нужно для ваших смарт-часов. Это ключевой момент. От правильного выбора приложения зависит, сможете ли вы полноценно использовать все функции. Обычно приложение можно найти, отсканировав QR-код, который отображается на экране часов при первом включении, либо посмотрев в инструкции или на коробке устройства. Важно! Если ваши часы используют Android в качестве операционной системы, подключить их как обычные часы к телефону не получится, так как они фактически работают как самостоятельный телефон. Для таких часов процесс немного другой. И если у вас возникнут сложности, у меня есть отдельное видео об этом на канале, следующее загрузить необходимое приложение. Для пользователей iPhone — это App Store, а для Android — Google Play Store. Очень важно не подключать смарт-часы к телефону через меню Bluetooth напрямую, как это делают, например, с наушниками или колонками. А это одна из самых распространенных ошибок, из-за которой часы не работают корректно. Все нужно делать через приложение. Теперь, когда у вас есть нужное приложение, в этом видео я использую Fit Pro, одно из самых популярных приложений, следуйте инструкциям на экране. Обычно приложение предложит вам выполнить несколько шагов для завершения подключения, включая разрешение на доступ к уведомлениям, контактам и другим функциям телефона. Также убедитесь, что режим полета отключен на ваших смарт-часах. Это может показаться очевидным, но иногда такие мелочи блокируют соединение. Если ваши смарт-часы требуют другого приложения, например, H-Band, Lifen или другие, не переживайте, на моем канале есть видео для каждой из этих моделей. Ссылки я оставлю в описании к этому видео. После успешного подключения вы сможете настроить уведомления для приложений, таких как WhatsApp, Facebook и других. Смарт-часы поддерживают уведомления от большинства популярных социальных сетей. И это очень удобно для тех, кто всегда в движении и не хочет пропустить важное сообщение. Если вы хотите использовать смарт-часы для звонков, вам нужно активировать функцию звонков по Bluetooth. Это позволит вам принимать и совершать звонки прямо с часов. Важно подключить часы к телефону именно в меню Bluetooth, после того, как вы подключили их через приложение, чтобы звонки корректно проходили через часы. Обратите внимание, после подключения часов к телефону все звуки, такие как уведомления и звонки, будут автоматически воспроизводиться на смарт-часах. Это удобно, если вы хотите использовать часы как динамик, но если это не нужно, можете отключить эту функцию в настройках. Если у вас остались вопросы или возникли трудности при подключении, обязательно напишите в комментариях. Я постараюсь помочь каждому. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропустить новые полезные видео.